Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня у меня вот такой квадрат и вот такая вот кофта. Не кофта, накидка, балеро, ну как-то так мы ее можем назвать, да? У нас с вами есть схема. У нас с вами есть схема квадрата и есть схема треугольника. И вот у нас с вами как бы выкройка или схема, как мы можем собирать наше изделие, нашу накидку, да, и получить уже готовую вещь. Тут, как вы видите, присутствуют треугольники. Поэтому вязать мы с вами сегодня будем не квадрат, мы будем с вами вязать треугольник. Почему? Потому что всегда мы с вами делаем полную, допустим, какой-то мотив, и у меня идут под видео вопросы. Как связать мне треугольник, как мне, допустим, связать половинку круга. Поймите меня, я не могу на каждое изделие делать видео, готовиться, ведь это занимает много времени, если вы думаете, что это, в общем-то, сил сделал. Нет. Мне нужно подготовиться, мне нужно снять видео, мне нужно смонтировать видео. Поэтому сегодня я буду вязать треугольник. А по аналогии, так как мы здесь с вами разберем все по схеме, по аналогии вы сможете связать полный квадрат. Вязать я буду вот с такой нитки. Я купила ниточки. Очень простая нитка. Она так и позиционировалась. Индонезийский хлопок. Правда, было написано, что она продается в обинах. Просто у девочки, которые продавали, перемотали мне вот в такие по 100 грамм обинки. Она позиционируется как-то в 100 граммах тысячу метров, но мне почему-то кажется, что немножко больше. Вязать я буду в две ниточки и крючок возьму двойка 2 и 1. Так, приступим. Начнем мы с вами со схемы. Полный квадрат мы с вами будем начинать вот с цепочки из шести воздушных петель, так как у нас будет здесь 12 столбиков. Половинку я тоже начну из шести петель, но столбиков у нас с вами будет уже, видите, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот даже не 6, у нас 6 вот этих столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нам нужно сделать столько с вами арк, в который связать. Плюс нам нужно с вами еще и выравнивать одновременно нашу сторону, нашу треугольник. А поэтому для начала, как полный квадрат, так и половинку, мы набираем с вами 6 воздушных петель. 1, 2, 6 воздушных петель я связала, замыкаю в кольцо. И соединительная петелька, хвостик вдоль вязания. 1, 2, 3. Это у нас будет столбик, 1 воздушная петля, накид. Мы заходим с вами под наше кольцо. Я буду вязать патентный столбик. Что такое патентный столбик? Он точно так же, как столбик с накидом, я делаю накид, но провязываю его за 3 раза. 1 раз я провязываю петельку, затем провязываю петельку с накидом и затем провязываю 2 петли. Что он мне дает? Он дает мне небольшое увеличение в высоту моего столбика, так как я провязываю его за 3 раза. Вы же можете вязать столбик с одним накидом, то есть сразу провязывая 2 и затем еще 2. Ведь если мы посмотрим, то вот даже визуально видно, что вот этот немножко выше. Я связала 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Но моя задача получить 6 арок для того, чтобы связать вот эти столбики с одной вершины. Теперь давайте посмотрим. Вот здесь у нас связано 3 столбика с одним накидом, соединенные в одну вершинку. Я вязала несколько по-другому. У меня получился, как видите, вот такой вот объемный цветок. Я покажу и тот, и тот вариант. Вы сможете выбрать, что вам больше понравилось. Когда мы с вами связали вот как бы половину нашего мотива, я поворачиваю вязание. Я всегда пишу, вяжем поворотными вязаниями. Если бы мы с вами вязали полный квадрат, да, мы бы сейчас бы с вами закончили вязать бы 12 столбиков, соединились бы с третьей петелькой подъема и пошли бы дальше по кругу за рядом. Но так как мы с вами вяжем половину, мы поворачиваем с вами вязание и смотрим. Мы с вами сейчас просто взять и вот перейти, допустим, под арку, как бы мы сделали с вами, если бы вязали бы квадрат, не можем. Нам все-таки нужно придерживаться, держать линию нашего мотива. Поэтому в любом случае мы должны с вами сделать 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Я сделаю еще одну, тут даже, наверное, не одну, а тут сделать нужно пару петель, 2 воздушных петли, накид. И теперь мы с вами заходим вот в нашу арочку, и я вяжу недовязанный столбик. Их у нас будет 3 недовязанных столбика. Так как я вяжу патентный, поэтому я вяжу их 2. Если вы вяжете просто столбик с одним накидом, то вы один раз провязываете. Вот я связала и соединила все наши точки вместе и закрепила. 2 воздушных петли. Даже не 2, по-моему, да. Тут 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Видно не очень четко, но, по-моему, 3. Я делаю накид. Это мы с вами связали столбик, какой нам предлагают по схеме. Сейчас я свяжу еще один столбик такой же. И затем я свяжу столбик попкорн, такой, как вязала я в своем мотиве. Ну и, конечно, вы сможете сличить и выбрать то, что для вас больше. И соединили. Теперь 1, 2, 3. Я делаю накид. И вяжу 3-4 столбика. В данном случае, в своем случае, я вязала 4 столбика. 2, 3 и 4. Я их всех связала. И теперь захожу в 1-й, захватываю петельку рабочую с изнаночной стороны. Видите, я его затянула и закрепила. Вот так. Теперь 3 воздушных петли. Опять накид. И опять мы с вами вяжем столбик. Тут уж вы выбираете сами, какой вам больше, такой или такой. Смотрим. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Теперь я вяжу 2 воздушных петли. Накид. И в третью петельку мы должны связать столбик с одним накидом. Для того, чтобы выровнять наш мотив. Наша задача, чтобы вот эта сторона у нас была ровной. Если вяжем по кругу, у нас не будет этого столбика. У нас каждую арку будет 12 столбиков. Вот они. Теперь мы, когда с вами связали этот ряд, мы поворачиваем с вами на изнаночную сторону. И смотрим, что у нас по нашей схеме. Вот мы с вами находимся в этой точке. Видите, у нас идут петли подъема, то есть для того, чтобы выровнять сторону. И мы должны с вами вот в эту арку связать 4 столбика с одним накидом. Что делаем? 1, 2, 3. И еще одна петелька. Накид. Мы заходим под эту арку. Я вяжу 1 столбик. То есть мы с вами разбиваем вот эти вот дорожки, да, из листиков. Второй столбик. Третий. И четвертый. Четыре столбика мы с вами связали. И закрепляемся под следующую арку столбиком без накида. 1, 2, 3. Заходим под следующую арку столбик без накида. То есть мы с вами связали, видите, вот это. Закрепились. Тут как бы написано непонятно сколько, 2 или 3 столбика. Может быть 2, может быть 3. Я связала 3. Зашли под вот эту арочку. Теперь с этой арки мы заходим в следующую и будем вязать 4 столбика, 3 воздушных петли и 4 столбика в эту же арку. То есть мы связали с вами столбик без накида. Я делаю накид. Захожу под следующую арку и вяжу 4 столбика. Вот 4 столбика мы с вами связали. 3 воздушных петли. Накид. И под эту же арочку еще 4 столбика с одним накидом. Связали мы с вами вторые 4 столбика. То есть 8 столбиков вот в одну арку. И теперь закрепляемся столбиком без накида. Сразу же под арочку. Видите? Теперь 2 или 3, 2 или 3 воздушных петли. Как я делала 3, я сделаю 3. Вполне возможно, что там и 2. Так, накид. И вот как и начинали мы с вами со столбиков, точно так же мы с вами в последнюю полуарку делаем половину листиков. 4 столбика. В последнюю арку мы с вами связали 4 столбика и должны теперь выровнять наш край. 2 воздушных петли. Накид. И вот сюда, в третью петельку подъема мы должны с вами попасть и связать с вами столбик с одним накидом. Я зайду под арку для того, чтобы долго под камерой не мучиться. А вот так вот мы с вами, видите, у нас получается ровная линия. Опять-таки мы должны с вами повернуть вязание. Видите? Если мы вяжем с вами квадрат, то мы вяжем по кругу. Если мы вяжем половинку или четверть, мы всегда вяжем поворотным вязанием. Повернули вязание. И смотрим на схему. Вот мы с вами в этой точке, видите, мы завершили и связали столбик с одним накидом. Теперь опять мы делаем петли подъема, 2 воздушных петли и под эту арочку столбик. 2 петли и мы провязываем наши все столбики один в один. 3 петли подъема, то есть столбик это тот, который у нас выравнивается. Теперь 2 воздушных петли, накид. Вот сюда под этот столбик я вяжу столбик с одним накидом. Теперь опять у нас 2 воздушных петли, накид. И в каждый столбик нижнего ряда, у нас их 4, мы вяжем с вами столбик. У меня получился столбик с одним накидом, не буду перевязывать. Но вообще мы с вами вяжем, я по крайней мере вяжу патентный. Почему вяжу патентный? Потому что для того, чтобы у меня получилось одной величиной мой треугольник, потому что нужно еще с вами поговорить по поводу соединения. Связали. Теперь 2 воздушных петли, накид. Вот смотрите, вот здесь у нас была с вами арка. Мы под нее зашли, опять связали столбик. 2 воздушных петли, накид. И эти все столбики мы тоже провязываем. Первый, вот 4 столбика мы с вами связали. Теперь 2 воздушных петли. Вот наша арочка была из 3 петель. Мы можем заходить в третью петельку, можем заходить под арку. Я зайду под арку. И, ох, не сделала накид. Накид и вяжем столбик с одним накидом. Вяжем 3 воздушных петли, накид и под эту же арку еще один столбик. 2 воздушных петли, накид и заходим в наши столбики и вяжем один в один столбик. Далее у нас, видите, арочка в нее столбик. И вяжем вот эти столбики точно так же, как и начинали. 4 столбика связала. 2 воздушных петли, накид. И мы опять с вами заходим под арку. Столбик с одним накидом. 2 воздушных петли, накид и вот наши 4 столбика. Мы их вяжем. Говорю опять, что если мы вяжем с вами полный квадрат, то мы повторяем с вами все по кругу, не поворотными вязаниями. В данном случае я вот довязываю последний столбик. Я вяжу 2 воздушных петли, накид и в третью петельку подъема я вяжу столбик. То есть это как бы столбик и узора, и столбик для того, чтобы нам выровнять нашу сторону. Давайте посмотрим. Даже нет, неправильно. Видите, здесь у нас идет вот столбик, а затем еще идет одна. Давайте 2 сделаем. Мне кажется, это все-таки 2 воздушных петли. И вот сюда еще в третью петельку пойдем. Вот мы сделали под арку еще один столбик. Вот он. Смотрите на схему. Вот мы с вами сделали это. Вот столбик. И вот столбик, который выравнивает наш столбик. Видите? Вот эти 2 петельки мы сделали. И столбик, который выравнился. Я почему показываю? Потому что чаще всего на треугольнике, допустим, на половинке мотивов есть схемы, которые вы тоже можете точно так же читать и провязывать. Повернули вязание. Вот наша лицевая сторона. Вот что у нас уже видно. Теперь смотрим. Вот мы с вами завершили вязание вот здесь. Нам нужно опять с вами подняться петлями подъема. Сделать 2 воздушных петли и под арочку, которую мы с вами только что сделали, связать 4 столбика. Вот в эту арочку. Видите? 1, 2, 3. 2 воздушных петли. Накид. И под арку вяжем 4 столбика. 1. 4 столбика мы с вами связали. 2 воздушных петли. Накид. И вот теперь вот эти столбики мы будем с вами соединять в одну вершину. То есть вяжем недовязанные столбики. То ли с одним накидом, то ли патентные. Вот так. Видите, мы оставляем петельки на крючке. От каждого столбика. Не попаду. Вот так. И соединили и закрепили. Вот видите. Теперь смотрим. Делаем по... Опять-таки, видите, тут непонятно, то ли 2, то ли 3 петли. Далее везде будет по 2 петли. Давайте будем делать по 2, ну а вы можете уже сориентироваться согласно вашего мотива. Если будет собирать, значит увеличивайте количество петель. И вот эти точно так же мы с вами сейчас соберем в одну вершину. Соединяем. Закрепили. 2 воздушных петли накид. Вот как мы с вами смотрели по схеме, да? Вот наша арка. Пока у нее мы зашли и вяжем 4 столбика с одной стороны через 3 воздушных петли. 4 столбика будут с другой стороны. Эти вещи будут повторяться по всей, скажем, длине. 3 воздушных петли. И опять 4 столбика. Связали мы с вами еще 4 столбика. Вот что у нас получается в арочку. Видите? То есть вот, как бы вот этот ряд. Теперь 2 воздушных петли. 2 воздушных петли накид. И мы опять вот этот столбик. Вернее, эти столбики 4. И вот эти будем соединять в один пучок. Вот сюда у нас будет идти столбик с одним накидом. То есть у нас идет повторение. Вот это как бы одна сторона квадрата. Довязываем. Смотрим. Вот мы с вами сделали 2 снопика. В арочку я связала 4 воздушных петли. Вот они. И теперь опять мы должны с вами выровнять наш мотив. То есть 2 воздушных петли и столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. Накид. И в третью петельку мы с вами вяжем столбик. Я взяла не тот крючок. Ну, в принципе, вот так. Видите? Вот у нас с вами сторона. Все получается красиво. Теперь смотрим. Вот мы с вами связали вот этот ряд. Вот он. Я отметила. Теперь смотрите. Мы опять с вами поворачиваем вязание. 3 петли подъема в арочку. Из 2 петель. Столбик. 2 воздушных петли. Столбик в столбик. Мы уже вязали с вами такой ряд. И теперь мы с вами начинаем разбивать вот эту вот сетку. Для того, чтобы вывязывать филейку. Давайте будем... Повернули вязание. Опять-таки, крючок взяла тот, который я вязала. 3 воздушных петли подъема есть. Еще 2 петли. Накид. И вот в первую арку вяжу столбик. 2 воздушных петельки. Накид. Провязываю вот это вот столбик в столбик. Связали столбик в столбик. Теперь 2 воздушных петли. Накид. Мы с вами вяжем под арку, или же ищем первую петлю, или под арку. С одной стороны нашего снопика. 2 воздушных петли. Накид. И с другой стороны этого же снопика мы вяжем с вами столбик с одним накидом. Видите, мы получили с вами ячейку. 2 воздушных петельки. И столбик в столбик. Вот так. Теперь 2 петли. Накид. Вот наш снопик. С одной стороны. 2 петли. Со второй стороны. Вот сейчас вы уже четко видите, да, как у нас с вами вырисовывается узор. Схема. Все понятно. 2 воздушных петли. Накид. Что здесь? Здесь мы с вами должны связать вот этот ряд. То есть высоту все 4 наши столбика. 4 столбика связали. В принципе, вот видите, мы полностью с вами связали от угла до угла. Связали сторону. Теперь угол. 2 воздушных петли. Накид. И сейчас в этот угол, то ли в петельку, то ли под арку, мы с вами вяжем как бы основу для следующих листьев. Столбик. 3 воздушных петли. Накид. Еще один столбик. То есть вот в эту арочку из трех воздушных, да, мы опять с вами будем в следующем ряду вязать набор. А далее все повторяется. 2 воздушных петельки. Столбик. Все 4 столбика. Столбик с одной, столбик с другой. Столбик в сам столбик. Опять сюда. И вот эти все столбики выравниваем в сторону. Связала я и вторую сторону нашего мотива. Да. И теперь уголок. Смотрим схему. Уголок. Вот у нас этот ряд. Вот мы с вами связали столбики. Вот он. Через 2 воздушных петли должны связать с вами столбик. И опять через 2 столбика, который выравнивает наш ряд. 2 воздушных петли. 1, 2. То есть это у нас столбик для арки, который был в центре, да. 2 воздушных петельки. И в третью петлю подъема мы с вами вяжем столбик для ровной стороны. Вот так вот. Повернули вязание. Видите? Смотрим. Давайте посмотрим. Вот у нас следующий ряд. Видите, мы сейчас у нас, мы уже повторяли с вами такое, да. Будем делать снопик. В арку будем вязать новое начало наших листиков. Здесь мы опять с вами вяжем как бы окошко в окошко, да. Сетку продолжаем. Соединяем снопик. А в арке вяжем новое начало листиков. 1, 2, 3. 2 воздушных петли накид. И вот эта арка мы в нее вяжем. 4 столбика. Связали столбики. 2 воздушные петельки. Накид. И, как видите, первый, второй, третий ряд у нас всегда мы соединяем в пучок. Смотрим. Вот мы с вами соединили. Связали всю сетку. Соединили следующую. 4 столбика. Теперь 2 воздушных петли накид. И в эту угловую опять вяжем 4 столбика. 3 воздушных петли. И 4 столбика. Так, дорогие мои, у меня получается очень длинное видео. Поэтому я как бы еще не совсем закончила вязать. Но хочу сказать о том, что первое видео у нас с вами закончится вот до вот этого момента. Мы с вами связали от центра до вот этих вот пустых, как я говорю, окошек. Далее мы с вами сделаем заполненные окошки и соединим между собой 2 мотива. То есть квадратный и треугольный. Для того, чтобы как бы и вам было удобнее, и у меня не было слишком длинное видео. Это издаливать сложно. И там есть ряд нюансов. Поэтому на этом моменте мы с вами прощаемся. А в следующем видео, вот мы с вами закончили, на вот этих вот пустых окошках. А в следующем видео продолжим.